Привет, друзья! Меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Дэри Арт Рисовать Может Каждый. Сегодня мы с вами продолжаем разговор о скетчбуках в типографии Роликс. В прошлом видео я показывала такой большой скетчбук с хлопковой бумагой и интересной обложкой с тиснением. И, конечно же, моей иллюстрацией на обложке. Если вы пропустили данный обзор, ссылка есть в описании. Также в том видео я вам показала, что мне пришло еще два скетчбука с моей иллюстрацией на обложке, но с разной бумагой. Здесь бумага для маркеров, а здесь бумага для смешанных техник. Я вам обещала, что в них порисую, потестирую и расскажу свое первое впечатление. Поэтому, если вам интересно, то, конечно же, смотрите это видео до конца. Начнем мы со скетчбука с маркерной бумагой, потому что маркерная живопись набирает обороты. На моем канале очень часто выходят уроки по маркерам. И, конечно, мы всегда с вами в поисках классной недорогой маркерной бумагой, на которой мы сможем с легкостью создавать яркие скетчи. В данном скетчбуке я успела создать несколько иллюстраций, растяжки по цвету, для того, чтобы поделиться своим первым впечатлением и показать вам результаты. И первое, что вы, так же, как и я, можете заметить, что эта бумага очень похожа на мелованную бумагу, и она очень и очень гладкая. И, как вы видите, даже финиш такой на видео остается блестящий, и работы смотрятся максимально ярко. Но если сравнивать с классической мелованной бумагой, то она, конечно, не дает маркерам впитываться, и из-за этого появляются такие лужи сверху, и разводы не очень симпатичные. И невозможно наслаивать цвет на цвет. Здесь же бумага похожа на мелованную именно вот своим вот этим вот верхним финишем. Сама бумага маркер впитывает немного, за счет чего появляется возможность сделать градиент из цвета и накладывать несколько слоев. Вместе со скетчбуком шла вот такая вот непромокайка для маркеров, которую нужно обязательно подкладывать под лист, потому что без нее, если вы перестараетесь, то маркер просачивается на оборотную сторону и может испачкать нижний лист. Поэтому непромокайка в данном скетчбуке, конечно, нужна, важна, и классно, что она есть в комплекте. Так как бумага очень гладкая, достаточно сложно добавить карандашный штрих поверх, если вы любите маркерные работы дорабатывать цветными карандашами. То данная бумага вам не очень понравится, потому что она не для сухих материалов, они соскальзывают за счет гладкости бумаги. Здесь я попробовала подобавлять доработку цветными карандашами. Конечно, удалось немножко усилить тени, доработать в минимальном количестве, но если бы у меня стояла задача прям конкретно доработать данный сюжет цветными карандашами, то у меня бы это не получилось. А такая минимальная доработка возможна, но больше, если вы любите больше цветного карандаша добавлять, то данная бумага вам не подойдет. Также в следующей иллюстрации я протестировала, как взаимодействуют между собой линеры и спиртовые маркеры. И тут, как и намеованной бумаги, линер растекается под спиртовым маркером, спиртовой маркер его растворяет и размазывает. Поэтому, если вы любите добавлять под иллюстрацию линер, то данный вариант бумаги вам тоже не очень понравится, потому что, конечно, нет такого прям сильного смазывания линера. Как вы видите, иллюстрация получилась достаточно аккуратной, но все равно небольшой момент, такой вы почувствуете в работе. Поэтому, если вы любите скетчи именно смешанной техники, не чисто маркеры спиртовые, то данная бумага тоже не тот вариант, потому что здесь линер под спиртовым маркером размазывается за счет того, что бумага гладкая и большая часть линера, чернил, остается на поверхности, что позволяет маркеру данный слой, который остался на поверхности, размазать. Данный момент я не могу строго назвать минусами, это просто особенности данной бумаги за счет ее гладкости. Но эта гладкость дает очень большой плюс в работе с маркерами, это то, что цвета, которые вы добавляете на данную бумагу, остаются максимально яркими. Если вы ищете бумагу, которая не съедает цвет, позволит вам делать максимально яркий слой маркера, то эта бумага то, что нужно. Если мы будем сравнивать с бумагой, которая идет в следующем скетчбуке, здесь бумага для смешанных техник, то вы как раз сейчас увидите эту разницу. Я специально сделала растяжку одинаковых цветов, чтобы вы увидели разницу, как на маркерной бумаге, более гладкой, которая меньше впитывает маркер, а цвета остаются более яркими и насыщенными. Если мы берем бумагу для смешанных техник, которая больше впитывает маркерные чернила, то цвет чуть-чуть становится менее ярким. Разница небольшая, но она есть. Если вы создаете яркие скетчи, то, конечно, эту разницу вы ощутите. Также видно, что на более гладкой бумаге маркерная растяжка цвета получается более плавная, нежели на бумаге для смешанных техник. И давайте дальше уже про следующий скетчбук с вами поговорим, где у нас бумага для смешанных техник. В нем я тоже порисовала и хочу вам показать свои результаты и также сделать свое небольшое резюме. В данном скетчбуке бумага более плотная и она сильнее впитывает чернила. И мы можем даже это увидеть по оборотной стороне скетча. Здесь в наборе также идет такая же непромокалька, которую вы подкладываете, рисуя спиртовыми маркерами, чтобы не пачкать нижний лист. Растяжка из цвета в цвет получается чуть-чуть грубее и эта бумага мне очень напомнила бумагу Bristol, потому что у нее есть небольшая текстура, которая позволяет именно рисовать в смешанных техниках и к, например, маркерам, как в моем случае, добавлять доработку цветными карандашами. Цветные карандаши очень круто ложатся и поверх маркера и просто как отдельный вариант, что позволяет сделать в скетчбуке разные скетчи и не зацикливаться на одном материале. Данный вариант мне нравится больше. Я люблю, когда есть вариативность, когда вы можете добавить на фон, например, слой гуаши, где-то капнуть акварельные пятна, где-то доработать цветными карандашами. Это всегда дает больше возможностей и более фантазии, когда вы создаете разные скетчи. Если вы работаете только цветными карандашами, то этот вариант бумаги вам тоже понравится. Здесь я брала не самый мягкий вариант цветных карандашей, но у меня отлично получилось справиться с иллюстрацией за небольшой промежуток времени. Получился такой яркий динамичный скетч. И как итог скажу, что данная бумага мне понравилась больше, потому что и маркеры я люблю дорабатывать цветными карандашами, и просто всевозможные акцентные моменты, и добавлять разными материалами мне тоже безумно нравится, поэтому более универсальный вид бумаги мне подходит больше. Если рассматривать скетчбуки поближе, то здесь, опять же, у меня нет никаких нареканий. Видно, что все выполнено очень аккуратно на профессиональном оборудовании. Отличный переплет, то есть тут я не увидела никаких щелей, все отлично сшито и разворачивается на все 180 градусов. Работать в данном скетчбуке очень и очень удобно. Как видите, он не хрустит, когда я его пытаюсь вот так вот сильно развернуть. Также есть закладка, что очень удобно. Вариант кожи мне нравится более матовый, потому что он менее маркий. Если сравнивать с гладкой кожей, то здесь в течение месяца я уже успела скетчбук испачкать, поэтому если вы такие же, как я, аккуратные, то учитывайте, что гладкая кожа, она очень маркая, также и светлая кожа. А вот темный матовый вариант идеально выглядит как новый, нигде нет каких-то пятнышек, как вот на данном варианте. Ну и сама иллюстрация, как вы видите, здесь она повторяется. Это мой рисунок, который я сфотографировала и отправила в типографию, и они его нанесли поверх скетчбука, и выглядит это максимально красиво. А самое главное оригинально, что нет ни у кого такого скетчбука, здесь именно он получается именным, потому что сзади я попросила добавить название моего канала. Вы можете, например, добавить свое имя, поэтому как вариант подарка на Новый год присмотритесь, еще есть время успеть заказать такой классный презент. Тем более, когда есть возможность дозаказать коробку и сделать прям такой подарочный вид скетчбука и порадовать кого-то на Новый год. А еще я спешу напомнить, что на этой неделе в моем новом марафоне «Ушастый Новый год» Дед Мороз именно типография роликс, и у вас есть возможность выиграть скетчбок с акварельной бумагой, где на обложке будет именно ваша иллюстрация. Если вы пропустили данный марафон, то обязательно проходите в описании к данному видео, там есть вся нужная информация и, конечно же, ссылки и на уроки марафона, и на соцсети, где проходит конкурс. Конечно же, ВКонтакте, Телеграм, соцсеть с картинками. Присоединяйтесь, рисуйте в моей компании и выигрывайте такой классный подарок от нашего Деда Мороза типографии роликс. Итоги уже в пятницу, поэтому торопитесь, рисуйте новогоднюю открытку, делитесь результатами и попытайте вашу удачу. А на этом я буду видео заканчивать. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поделиться вашим впечатлением, какая бумага понравилась больше для маркеров или для смешанных техник. Мне будет интересно почитать. Также не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик и не пропускать выход новых видео. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дарья. Пока-пока-пока-пока.